Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собрать бы ее обратно Это подшипник крутится Подшипник крутится, а ось не крутится Давай сейчас подключим, попробуем Ну вот, ничего не крутится Давай сейчас подключим, возьмем пояс, провернем О, заработало Что заработало, гайка отключается Это я гайку открутил, а ось не провернул При том гайка является какой-то стукой на оси, смотри Во, эксцентрик сделан в гайке То есть гайка является эксцентриком оси Так, ну все равно у нас ничего не починилось еще Ось как не крутилась, так и не крутится А что-то засунуть-то можем Так ось сдвинуть Нам надо чем-то взяться за ось Ну в принципе можем гайку закрутить сильнее Я ее, кстати, отключивал Ах, нет, никогда не думал, что буду разбирать китайскую хрень И при этом снимать на это видео Что не сделаешь ради подписчиков О, она крутится, слышишь? Придем какие-то звуки издает, бешеные Давай попробуем включить опять влоги Я думаю, она сейчас закрутится Ну звуки у нее, слышишь, какие? Все, опять Притом маслица в ней есть Какое-то Ну звуки такие, как будто нет ничего Что делать, Дань? Давай я у нее еще маслица валить Может оживет Нет, хрен знает, куда лить масли Я первый раз влюблю Он мне не ревет Блин, ты не попал Крутое масло Робинол Не пом Simon Ничего сыграло Хридит Кубами Не, мастерия не помогает. Ножницы правые режут прямо и вправо. Держатся они в левой руке. Ножницы левые режут прямо и влево. Соответственно, держатся они в правой руке. Ножницы прямые. Держатся тоже они в правой руке, но у них просто прямые лезвия. Что, и дальше разбираешь? А куда дальше? Вот эту надо откручивать, вот эту большую ключу. Конструктор, блин. Как там это, кастом кто-то. Кусок говна и пыли. А то мы будем ремонтировать китайский инструмент. Все падает сегодня из рук. О! Ну, тут дело явно не в масле. Его тут никогда не было, этого масла. Вон эти планетарки. Они, вон, видишь, вообще счесали резьбу. Во! Теперь видно. Вот центральная шестеренка. Уже вообще без своих лопастей. Понятное дело, что он закусывает. Вот. Ничего живого нет. А мы сейчас кручем все. Так, это целое. Но эти тоже целые. Маленькие. Точнее, боковые сетелиты целые. А вот центральная ось. Вот она, покоцанная. Вон ее по кругу поела. Да и сам этот. Не, сам не клинит. Моторчик крутится. Нужно, если не моторчик, а вакуумный моторчик. О, еще кусочек. То есть дело вот в этой шестеренке. Ее просто сгрызло. И все. А учитывая зазоры их идеальные, получается, что... Вот, пошатать. Вот такой зазор. Как здесь можно с чем-то работать? Все, минус пила. Среди лицевых ножниц. Это, во-первых, возможность начать и остановить работу на любом участке материала. А, во-вторых, высокое качество реза, не допускающее деформации обрабатываемого материала. Ну вот. Во, вот так, когда она торчит, это оттуда вытаскивается. Блин, собрать бы это потом. Потом вытаскивается обойма. Это вверх. Запомни. Блин, а больше уже? Или разберешься? Может, надо их постучать? Они будут. Во! Во, выпадают. Так, всего-то, всего-то там пять штук. Вот еще одна. Маски нормальные все. Вот еще одна. Так, не понял. У меня три, и там одна. Раз, два, три, четыре, пять. Я же не дурак, наверное. Где еще? А, вот она застрявшая, смотря. Она вообще еле видна. Ну давай выковыривать, в общем. Вот это вот оттуда. Не знаю зачем. Уже раз уж поломать-поломать. Вот еще одна. Вот еще одна. А, блин. Ну вот эта штука, она сама вон еле крутится. Как она может крутиться нормально, если она вообще вот сама по себе не крутится уже? И уклинит. Конкретно клинит. Ну а что мы дальше будем разбирать? Я уже зашники ставлю. Давай эту ручку отключим. Хотя вот механизм, наверное, должен весь вытащиться оттуда. Давай я его грубой силой немножко достану. О! Я вообще на самом деле в первый раз разбираю пневмоинструмент. Как бы хрен его за эти там внутри. Вот не было мне нужды разбирать инструмент. Никогда. Лучше бы и не появлялась. Ну все. Осталась там дырка, в общем, отверстие, по которому подается воздух. Который идет в эту камеру. Камера вся проточена какой-то там непонятной фрезой. Видимо, чтобы выдавало завихрение. Вот сюда вставляются лопасти. Вот эти лопасти. Их пять штук. Вот так они соединяются. Когда она крутится, они, видимо, немножечко расходятся и создают поток. Снизу через отверстие вот сюда подается воздух. Вот они немножко вот так стоят. И крутится. И это все должно как-то работать. Ну, я не знаю. Давай попробуем собрать это что-то. Вот такой получился носочек. Вот такая у него направляющая. Вот его держит. Все классно. Направляющая так, плюс-минус километр. Вот, это не позволяет всем крутиться. Вот такой фиксатор. Просто подбросил его и все, он вбаляется. В общем, всю эту конструкцию надо заснуть обратно в корпус. Вот такой, там, как подаются. Дырки подаются в воздух. Вот эти дырочки. Отверстие, блин, отверстие. Все, все. Вставляет все обратно. И оно даже встало. Так, дальше что? Дальше наш сателлит. И снял на. Так, я думаю, надо все-таки на конь. Это по-любому промазать. Даже если клинит основную ось, давай промажем хоть это чем-нибудь. Я думаю, масло-то для эфиренциалов запихать не буду. В один просто какой-то литол. Мне кажется, вот так должно быть завода сделано. Все обильно смазано маслом. В этом обилие масла должны стоять сателлиты. И это все, ну, закрываться. И еще обильно, помазав маслом сверху, Вот, мне кажется, вот так механизм должен работать. Так, ну, в общем, ставим шайбу. И пытаемся это все закрыть. О, закрылось. Еще не факт, что работает. Сейчас проверим. Ну, она шумит безумно. Но она работает. Так. Давайте ей дальше. Вот так, она примерно его закручивает. Так, она продолжает работать. Отлично. Следующее. Что у нас следующее? Так, у нас дальше вот эта стулочка. Потом гаечка. Блин, был нормальный пятиминутный ролик. Получилось полчаса какой-то, блин, хрени. Набивается он туда. Китайская гайка. И китайские руки, не менее. О, пошла. Теперь еще все смазанное. Раскальзывает. Ну, давай, давай, закручивайся уже. Интересно, как они собирают фиксировать эту гайку? Нет, это все крутится. Поэтому она... Ух, нет, никакой нет фиксатора. Там резьба, правда, есть. Скорее всего, туда закручивается винтик. Он фиксирует... Только не такая резьба, а немножко другая. И можно зафиксировать что-то, потом закрутить. Ну, нам не важно, сейчас будем собирать га. Так, ножи. Я не очень понимаю, зачем две стулочки, если можно было сделать одну стулочку. Он почему-то с двух сторон вставляется по половинке. На одну сторону, на другую. Получается, в результате, одна втулочка. Но из двух. Ладно, так, где я, Денис? Как они стоят? Стоят-то должны. Это центральный нож. А, блин, вот, с этой стороны ножки. Так. Нет, какая-то крылья не получается. Как не так. Одна втулочка лишняя. Ну, вот так работает. А, а эта втулочка как ограничитель. Вот она, вверх. На втором болте одета. Вот, и она задает ход. То есть, между вот этими ножами. Вот так ставится вторая втулочка. И теперь ножи будут работать в этом диапазоне. Вот, вот, теперь она грызет. Ура! Все заработало. О, смотри, какой ход большой. На самом деле у нее. Во, как она может открываться-то. Только я ее одел, кажется, неправильно. Мне кажется, вот это вверх. А это низ. Вот так надо перевернуться, переходить. Так. Да? Не, не так. Хе-хе-хе. Как мы сюда все-таки вот так. Да? Ну вот. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Квад, соберем, как любит. Так. Ну, я как-то теперь засну сюда. Я центрированная с болтами. Надо аккуратненько туда-то заснуть. Потом, чтобы попасть во втулочку. О, попал. Во втулочку. Немножко можно закрутить. Теперь втулочку надо направить эту. Тоже к отверстию. Каким-то образом это все попасть. О, попал. Да еще не так природно. Так, а теперь надо понять, что я собрал. Собрал я какую-то хрень. Потому что вот эта штука стоит не тут. Она должна стоять выше. Она должна ходить вот здесь. Ну, это разбираю. Я у мамы инженер. Что-то я-то придумал. Во. Теперь она по центру. Вот теперь можно сюда вставить эту втулочку. Ура. Разгадал. Загадка природы. Так, раз. Втулочка, два. Все, вот. Вот теперь похоже на то, что было вначале. Вот нож. Вот он ходит. И что-то режет. Вот этот механизм болтается сюда. Все, можно деваться. Все просто. Ладно. Какого-то надо работал. Вот как-то где работал. Что, залипать, если кондемный? Мне тоже нравится. Вот ничего не предвещало такого времяпровождения. Я машину должен был собрать за это время. А не пиву разбирать. Так, ну я собрал. Что-то я собрал не так, конечно. Потому что, скорее всего, вот эти лезвия должны быть перевернутые. Но она работает. Надо перевернуть эти лезвия. Видишь? Это режущая часть. А это нет. Ну, а сам факт, она работает. Звуков меньше издает. Ладно, немножко осталось. Последний раз собираю, по-своему разу сбираю. Так, ну чтобы окончить, не потеряться. Значит, ножик должен стоять. Вот так. Теперь они будут кусать то, что надо. Во, все. Так. Во, попал. Ну, попал теперь этот пивочек. Во, второй раз все проще. Все вообще скилывают. Так, ну что, закручиваю окончательно. Мне кажется, сейчас я все починил. Новая. Ура! Нифига тебе, наверное, лучше стало работать на порядок. Хоу. Мощь. Ну, на самом деле, я как-то не совсем собирался снимать такой ролик. Он так получился случайно во время работы, когда она заклинила этот инструмент. Китайский с Алиэкспресса. Ноунейм. Oil Daily. Фирма. Ну, успешно он подчинился. Я думаю, конечно, подчинился ненадолго. Потому что ввиду очень инженерности конструкции он работать долго не может никак. Но все-таки отпилить те кусочки, которые надо он нам дал. Ну, а вы пишите в комментариях. Может быть, такая рубрика будет интересна. И я продолжу снимать китайский инструмент. Ну, или не китайский инструмент, который может доработать русский. Или российский. Он очень не китайц. Ладно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok